Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Будь мужиком и сегодня я вам расскажу, как сделать светодиодное кольцо своими руками. Причем регулироваться будет высота, угол наклона и в общем-то вы сможете вертеть так, как вы захотите. Видео будет состоять из трех частей. В первой части мы рассмотрим, как сделать механическую часть, а именно подставку и собственно сам механизм, который будет помогать нашему кольцу вертеться. Во второй части мы просмотрим электрическую часть, как сделать светодиодную ленту, как подключить ее к блоку питания, ну и в общем-то как выполнить всю электрическую часть. В третьей части я вам расскажу, какие ошибки я допустил при монтировании данного кольца и как бы я это все улучшил, если бы я делал его заново. Итак, для начала делаем подставку для нашего светодиодного кольца. Подставка будет выглядеть в виде крестовины из металлического профиля. Отрезаем из металлического профиля три части. Одна часть будет 40 сантиметров и две части будут по 18 сантиметров, которые будут крепиться по бокам. Между собой эти три части будут скреплены уголками. Уголки будут прикреплены к металлическим профилям саморезами. Размечаем металлический профиль, разрезаем и все это дело скрепляем в саморезы. В отрезке 40 сантиметров прямо посередине делаем отверстие сверлом десяткой. Это отверстие делается для того, чтобы вставить туда шпильку. Я взял шпильку длиной 2 метра, шпилька десятка. Сверху и снизу эта шпилька будет крепиться двумя гайками, а также под гайки я подложу гравер для того, чтобы эта гайка не откручивалась. Сверху я за эту гайку смогу взяться ключом, а снизу я за нее получается ничем не смогу взяться. Для того, чтобы я смог хоть как-нибудь ее зафиксировать внизу, внизу я делаю отверстие большего размера для того, чтобы я мог подлезть ключом. В отрезанных частях профиля размечаю отверстие под уголки и сверлю их прямо саморезами. Получается вот такая вот крестовина. Жена заказала высоту метр шестьдесят пять, укорачиваем. Вставляем шпильку в профиль и фиксируем ее гайками и граверами. В качестве механизма я использовал три уголка. По шпильке я могу их двигать вверх-вниз, а также двигая эти уголки вот следующим образом, я могу поднимать и опускать круг вверх или вниз. В качестве самого круга для крепления наших светодиодов я использовал обыкновенное кольцо дециметровой антенны. Теперь сверлим отверстие в круге дециметровой антенны и закрепляем его нужным образом. Итак, друзья, сейчас я вам расскажу, как я просунул светодиодную ленту в трубочку. Я это, к сожалению, не заснял. Пришлось попросить помощи оператора. В общем, делалось это так. Сначала вот этот вот провод 5-метровый, который я взял для питания нашего светодиодного кольца. Сначала я просунул провод сквозь пластиковую трубку. После этого я примотал конец нашей светодиодной ленты к этому проводу и потом, подтянув за обратный конец, вот таким вот образом вытяну эту светодиодную ленту сюда. Но тут мне потребовалась помощь оператора для того, чтобы периодически эту трубку вот так вот струшивать, потому что провод туда просто никак не пролазил. Сейчас я это дело отмотаю. Соответственно, светодиодную ленту я подключу к блоку питания, а вот этим вот проводом, который, как вы уже, наверное, догадались, предназначен для того, чтобы добавить напряжение 220, я просто подам 220 вольт на наш блок питания. Постепенно накручиваем светодиодную ленту на кольцо дециметровой антенны, прикрепляя ее на термоклей. Теперь проверяем нашу светодиодную ленту. Красный контакт светодиодной ленты подключаем на плюс 12 вольт нашего блока питания, а черный конец нашей светодиодной ленты подключаем на контакт G, иначе говоря минус нашего блока питания. Блок питания я просто решил прикрутить саморезами к нашей крестовине основания. Теперь нам нужно подключить 12 вольт от нашего вывода блока питания к нашей светодиодной ленте. Для этого я использовал перемычку из провода ПВС 2х05. Припаиваем эту перемычку к блоку питания, а другой конец припаиваем к нашей светодиодной ленте. Так как я подумал, что возможно в будущем я заменю блок питания на более тихий, я решил не припаивать провода питания, а просто подмотать их временно изолентой. Теперь припаиваем второй конец нашей перемычки провода 2х05 к светодиодной ленте. Ни в коем случае нельзя перепутать плюс и минус. Плюс паяем к плюсу, минус к минусу. Собираем обратно блок питания, все скручиваем и устанавливаем наше светодиодное кольцо на шпильку. Так друзья, проверяем как работает наше светодиодное кольцо. Кольцо работает, значит все собрано замечательно, и у меня в принципе все получилось. А теперь поговорим о проблемах, с которыми мне довелось столкнуться, а также как их было бы желательно исправить. Первая проблема, очень шумно работает блок питания, он буквально гудит как системный блок, поэтому блок питания желательно было бы взять какой-нибудь более тихий, например какой-нибудь блок питания от ноутбука, возможно он обычно идет там на 19-20 вольт, может быть через какой-нибудь резистор подключить и он бы так не гудел, либо же подобрать какой-то индивидуальный блок питания на 12 вольт, ну просто более тихий. Второй проблемой, с которой я столкнулся оказалось то, что светодиодная лента в моей прозрачной трубке начинала греться, а так как контакт у нее с кругом дециметровой антенны был не очень хороший, тепло отводилось от этой трубки также достаточно плохо и поэтому эта трубка начала постепенно отлипать от моего круга дециметровой антенны. Что мне пришлось делать? Я насверлил дырок по всему кругу вокруг моей светодиодной ленты и эту светодиодную ленту, хотя бы как временное решение, просто ниткой буквально примотал в нескольких местах, так чтобы оно держалось. Так что если я в дальнейшем такое буду делать, я возьму уже влагозащищенную ленту. Во-первых, влагозащищенная лента будет выглядеть абсолютно точно так же, за тем исключением, что на ее поверхности будет силикончик. Этот силикончик так же как и трубка, которую я поставил, не будет давать попадать влаги, либо какой-либо пыли на схемы, а также сами светодиоды. И мне достаточно будет прилепить ее на двухсторонний скотч и в некоторых местах нам поприхватывать термоклеем. Я думаю, во-первых, так будет лучше контакт с самим кругом, также будет лучше теплоотвод на самом круге, а так как он алюминиевый, в качестве теплоотвода он будет выступать просто замечательно. И вот такую вот ленту уже без трубки будет проще намотать. Кроме того, в этой трубке, когда я наматывал светодиоды, смотрели не все прямо на меня, как бы давая полное количество света, которое оно могло бы давать, а они начали заворачиваться вовнутрь. И получается, что круг светит уже как бы не прямо, а грубо говоря, в середину самого круга. От этого свет он дает намного хуже, чем он мог бы давать. Соответственно, если я опять же взял бы светодиодную ленту влагозащищенную, которая была бы со слоем силикона сверху, то я смог бы ее расположить светодиодами прямо ко мне. И таким образом она светила бы намного лучше и светила бы вперед. Кроме того, к этой светодиодной ленте, что можно еще добавить? Я бы поставил какой-нибудь, например, реостатик, ограничивающий ток на светодиоды. Таким образом, можно было бы такой крутилочкой регулировать яркость этого круга. В дальнейшем, если я буду что-нибудь такое подобное делать, то я сделаю, пожалуй, так, как я сказал. Возможно, у вас еще какие-то мысли есть, как это дело улучшить или модернизировать. Пишите в комментариях. Очень будет интересно почитать ваше мнение. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь на моем канале и вы увидите еще много полезного и интересного видео. Всем пока!